Всем здравия! На Народном славянском радио программа пространства женщины и я Елена Андреева. Сегодня наша программа находится в гостях у поэта Алимина Виктора Филипповича, а также Виктор Филиппович является членом Союза писателей России, лауреатом городских и международных конкурсов. Здравия, Виктор Филиппович! Добрый день вам и всем радиослушателям, вернее слушателям интернета. Очень приятная, неожиданная встреча и очень, я смотрю, будет окажаться тёплой, несмотря на то, что сегодня наступила настоящая зима. Меня Елена попросила прочесть самое любимое стихотворение, но вряд ли поэт, почти любой, может его назвать, разве что книгу. Но, соглашаясь с её просьбой, я прочту одно стихотворение. Называется оно «Душою я русский поэт. Будет ясно, какой я поэт через несколько лет после смерти, А насколько я прав или нет, по прошествию срока проверьте. Если всё же наступит тот миг, на какой-нибудь, скажем, пирушке, Кто-то вспомнит единственный стих и прочтёт для любимой подружки. Или гитары, настроив струну, пропоёт на стихи моей песни. Вот тогда, вот тогда я пойму, что душа моя точно воскреснет. Вместе с нею я выйду на свет. Коль чиста, не подвержена смерти, Вы мне только сегодня поверьте, что душой я русский поэт. Замечательные стихи. Благодарю вас, Виктор Филиппович, что вы познакомили наших слушателей со своим творчеством и начали именно с такого прекрасного стихотворения. Спасибо. Виктор Филиппович, ну а как же это произошло, когда вы поняли, что вы поэт? Надо сказать, что многие поэты, говоря о себе, говорят, что начали писать с самого детства, или со школы, или с учёбы. Я стихи начал писать поздно, можно сказать, очень поздно. Можно сказать, когда уже стал, окончив практически институт, окончив институт, и выступая на капустниках в одной из организаций. Вот. И тогда понадобилось писать именно сценарий, капустники, песни, тексты. И вот тогда я впервые попробовал себя в качестве поэта. Но главной причиной была, конечно, встреча со своей любимой женой, любимой музой, с которой уже скоро будет, как прожил, 50 лет. Именно. Надо сказать, что раз мы находимся в гостях, Наталья рядом у нас здесь присутствует. И да, расскажите, пожалуйста, о том, как у вас происходило, как вдохновила она вас тогда, и как это происходит до сих пор. Ну, я, можно сказать, увлекался поэзией, но в меньшей степени. А Наталья, как её называют, Света Тимофеевна, она очень любила поэзию. И, естественно, приучила и меня. Но я уже начал тогда пробовать стихи. И вот я считаю, что самое моё первое стихотворение было написано для неё, чтобы показать, что я не только умею слагать первые строки, но и знаю поэзию. Причём не только русских авторов великих, но и западной литературы. Если разрешите, я прочту как раз вот это самое первое стихотворение, которое я считаю, что я уже начал писать как поэт. Вот именно об этом я и хотела вас сейчас попросить. Спасибо. Называется оно «Когда я мог явиться к вам поэтом». Моя четвечер снежный, за окнами рассеяна. Приду к тебе нежный, похожий на Есенина. Как Данте Олегьери, одной тобой зажгусь. И, распахнувши двери, к рукам твоим прижмусь. Или нет? Тихонько, боком, протиснусь дверь нечаянно, Чтоб Александром Блоком представиться печально. Под этой звёздной аркой, укрывшей целый мир, Спою, как сам Петрарка или Гильям Шекспир. И если бы захотела спросить, а вы не врёте, Ворвался, как Клангфелла, и спел «Правдивий Гёте». От Мурманска до Кушки, проделав путь безбрежный, Войду, как вещий Пушкин, с весёлостью небрежный, Всё басом огласивший, красивый и громоздкий, Скажу, слегка сипший, «Владимир Маяковский». Да, правда, свет он был и есть, В наш век ещё не вымер он. Войду, как совесть и как честь, Высоцким я Владимиром. Что с нами всеми станется под жёлтую звездою? И кем ещё представиться, коль не поэт, собою? Вот так мне с помощью таких стихов Мне удалось завоевать сердце моей любимой женщины. Ну, если мы видим, что до сих пор И Наталья с вами рядом и сопровождает вас везде, Значит, действительно, это удалось. Виктор Филиппович, вот вы сейчас сказали Про «Капустники», про «Вечера». Что можно сказать, вот поэзия тех времён И наша современная поэзия отличается? Да, я считаю, что отличается хотя бы даже именами. Ведь, наверное, на слуху в том время, Ну, 60-70-е годы были как поэты и Серебряного века, Ну, я уж не говорю про «Золотой», Его все изучают в школах. Вот, ну, разумеется, имена Маяковского, Есенина, Анна Ахматовой, Цветаевой, Есть, значит, Бастернака, Хотя последние трое были как бы негласно запрещены. Ну, не то чтобы запрещены, да, Хотя Есенина разрешили только в конце 50-х годов. А вот, но тем не менее, вот эти имена были на слуху. Военные поэты, ну, если так можно назвать, Ну, если взять Симонова или Когана, или Багрицкого, Они тоже звучали в то время. Особенно, конечно, все мы вспоминаем шестидесятников. Ну, наверное, их имена тем более знакомы. Евтушенко, недавно почивший, Вознесенский, Ахмадулина была. Тут же Акуджава, Роберт Рождественский. А в настоящее время поэтов много, Но таких вот значимых имен нет. Тем более, я хочу сказать, что в то время Поэзия увлекала всех, Она как бы давала свободу в общение. Недаром в Маяковского часто собирались Огромные толпы людей. А, значит, песни или стихи Есенина, Ну, можно сказать, они звучали не только в ресторанах, Но в любой компании в те годы Каждый любящий поэзию считал своим долгом Прочесть стихи Есенина, Сергея Есенина. Вот этим отличалось, что книгу, Попробуйте были купить книгу, Не секрет, что за книгу Анны Ахматовой Отдавали ползарплаты, если не больше, За томик, зарплаты инженера. А уж даже любой, ну, какой-нибудь Игорь Кобзев, Малоизвестный поэт, тем более в настоящее время, И то ценился. Я сам помню, у меня случайно была книжка Анны и Серж Галлон, Анжелика. А вот я ее променял с большим удовольствием На томик Евгения, то есть это Андрея Вознесенского, Ахиллесово сердца. И, кстати, я скажу, как любили поэзию. Вот мы с женой заканчивали институт вечерний, И мы с ней ходили в Некрасовскую библиотеку, Та, которая была на Пушкинской. Сейчас ее нет. И перед тем, как прибежали одни из первых, И перед тем, чтобы взять математику или физику, Мы первым очень брались томики Евтушенко Или Андрея Вознесенского, Потому что даже в читальном зале И было все по одному экземпляру. Если ты не успел взять тот томик, То, значит, все. Остаешься без него. И, значит, порешав задачи, Мы себе позволяли в отдых Значит, почитать стихи наших любимых поэтов И даже конспектировать их Даже большим усердием, Чем математику или физику. В нынешнее время, я сказал, Что сейчас очень много поэтов, Даже некоторый избыток, Особенно в интернете. Это можно посмотреть, например, Читая файл, Стихи, Стихи.ру Или из бачитальня. Но что могу сказать? Что это, конечно, прекрасно, Что очень много поэтов. Единственное, что там не присутствуют, Я бы сказал, профессиональные, Или хотя бы достаточно серьезные критики. Потому что качества поэзии, Претензий очень много. Та, что публикуется на этих сайтах. Виктор Филиппович, я хотела бы попросить вас Прочитать еще одно стихотворение. Но стихотворение тех лет далеких. Вот помимо того, что вы жене посвятили, Еще что-то. Можно прочитать? Да, конечно. Сейчас я постараюсь. Если говорить, как я уже сказал, Я очень люблю поэзию Серебряного века. Ну, и одним из любимейших поэтов, Конечно, Сергей Есенин. Я хочу почесть как раз стихотворение, Одно из самых ранних, Которое я стал писать. И эпиграф я взял. Слова Сергея Есенина. Я иду долиной на затылке кепи. Одним с умы немеряной, Другим подайте власть. А я в страну Есенина Всегда хотел попасть. Там, где березы с кленами С души снимают боль, Где ждет меня паленая и светлая юдоль. Я, пусть не скотомкою, но тоже налегке, Иду дорога звонкою, сединкой на виске. Рулада мне выводит шальная стрекоза, И радуга исходит строптивая гроза, А я по лужам шлепаю морщину солнцу лик. И выдыхает легкий мой запоздалый крик. Жаль, улетела с песнею моя скупая жизнь, А мне еще последнюю, и с нею мчаться ввысь. И там, чуть выше спутника и криков журавля, Последнее напутствие послать тебе земля. И с той запретной были, что в сердце сеет грусть, Что вы всегда любили мою простую Русь. Очень красивое стихотворение, действительно, в духе Есенина. Я сама, потому что очень тоже люблю Есенина, Еще папа мне привил эту любовь. Очень красивое стихотворение. Виктор Филиппович, я вот у вас недавно была на юбилейном вашем вечере, Где было очень много ваших друзей, Где было очень много теплых слов в ваш адрес. Скажите, а вообще много друзей? Как у вас постоянные друзья? Или они могут приходить в вашу жизнь, вливаются? Вы имеете в виду их 70-летие в Центральном доме литератора? Да, я очень рад, что там было много друзей. Но там были, как говорится, несколько разные друзья, Некое ипостаси, если можно так выразиться. Одни друзья там были... Один друг был детства, тоже очень интересный поэт, Стихи которого, песня которого даже звучала на Олимпиаде 80 в Москве. Вот, мы с ним дружим с самого детства, со второго класса. Вот, если... Ну, раньше его песню даже пел Эдуард Хиль, А вот, и он с Шаинска много написал песен, Целую пластинку выпустил. Борис Ческис его фамилия. Вот, а есть и другие друзья, Которые близки мне, ну, можно сказать, С техникум скелет. Я сначала закончил техникум, потом институт. Несколько лет назад мы отметили 50-летие, Как окончание техникума. Да, кстати, из института были друзья, Которые мы закончили, Мы закончили 47-то лет назад. Тоже были на этой встрече. Но также было много друзей поэтов. Но если друзья детства, Они, как говорится, Дают воспоминания тех юных лет или молодости, То с поэтами я познакомился очень поздно, Придя в литературное объединение, Только несколько лет назад. Поэтому, если говорить о друзьях детства, Ну, это особое чувство. Тем более, их много не бывает, У меня настоящий друг остался один. Что касается друзей после техникума, То мы, как говорится, Когда встречаемся, мы все живем, Нам всем по 17-18 лет. Как мы закончили техникум по 18, Так мы и остались 18-летними. Но институт вечерний, сами понимаете, Там уже мы были женаты, У многих дети были. Это уже другое. А что касается дружбы с поэтами, Она, у меня тоже всего, если так по-честному, Один друг. Потому что и в поэзии много друзей не бывает. Тем более, если открыть правду, То среди нас существует и небольшая зависть. Поэтому. Да, вот я и хотела спросить, Как вас приняли профессиональные поэты? Ой, вот знаете, Восприняли, конечно, с осторожностью, Когда я пришел, увидел. Я еще не был тогда членом союза. И когда я увидел, что вместе со мной На соседании литературного объединения, В частности, от Рада, Присутствует поэт члены союза, Мне, конечно, было страшновато. Но когда меня попросили выступить, Чтобы с целью, Достойно ли я быть членом ли то или нет, Слава Богу, у меня к тому времени Уже было три книги. Уже были многочисленные публикации, В частности, в газете «Вестник ЗОЖ». Она тогда издавалась почти двухмиллионным экземплярам. То есть было, как говорится, что показать. А, кстати, еще впервые я еще приблизился к поэзии, Когда в моей стихи неожиданно так получилось Считали на радио «Эхо Москвы». Там была интересная передача. Я, конечно, с осторожностью, С некоторым напряжением отношусь к этой радиостанции. Но поскольку были интересные конкурсы, Я туда поставил стихи. У меня есть целая кассета, записанная со стихами, Которые читали. Там, по-моему, Николай. Ой, заслуженный артист. Даже народный артист. Ой, забыл фамилию. Николай. Я потом вспомнил. Да, я как уже сказал, что к программе, Вернее, к радиостанции «Эхо Москвы» Отношусь с определенной осторожностью. Не все мне в ней устраивает. За исключением передачи о русском языке. Ну, и других программ. Вот. Но вот не было программ «Молодушка». И вот стихи на ней читал народный артист Николай Тамразов. И записи я их храню как память. Поскольку это одно исправление того, Что вроде бы как ты признаешься поэтом, Или во всяком случае человеком, Умеющим уже писать стихи. Виктор Филиппович, На вечере прозвучали песни на вашей стихи. Оказывается, на вашей стихи есть много песен. Прочитайте, пожалуйста, нашим слушателям стихотворение. Ну да, у меня, как у каждого поэта, Который пишет тексты песен или стихи песни, Или просто стихи, которые становятся песнями, И есть свои, ну, если угодно, композиторы или музыканты, Певцы, которые их исполняют. У меня, кстати, на вечер был представлен первый мой диск. Он, так сказать, полупрофессиональный, Потому что песни записаны в разных студиях Или разными музыкантами. И диск носит название «Васильковая Русь». Вот это стихотворение я бы и хотел прочитать. «Васильковая Русь» в сердце нежная грусть И поют соловьи над реку под луною. Сколь веков не пройдет, сколько солнц не взойдет, Ты всегда будешь в сердце со мною. «Васильковая Русь», рано утром проснусь, Босиком пробивусь вдоль рассвета, И в твои небеса, как волну, окунусь, Утону в синем облаке света. «Васильковая Русь», я душой улыбнусь, И она полетит над полями, Перекличку ведя журавлями, И в тебя сотый раз словно в первый влюблюсь. «Васильковая Русь», я тобою горжусь, Пусть строга ты бываешь зимою, Не беда, если я о мороз обожгусь, Отогреюсь ближайшей весною. А когда я усну и уже не проснусь, Я так хочу, чтоб меня не забыли, Но к тебе я вернусь, моя вечная Русь, Васильками взойдя голубыми. Благодарю. И еще я знаю, что очень близка для вас и военная тема, И на эту тему тоже написано много стихов. Да, как каждый гражданин, любящий, как патриот, Я не боюсь этого слова, любящий свое Отечество, И любящий историю моей страны. Я написал много стихотворений, В основном про военные темы, В основном они, как говорится, Посвящены большим датам, великим датам, Историческим, военным. Тысяча войне 1812 года, Первой мировой войне 1914 года, Ну и Великой Отечественной войне. Потому что, если говорить, Как люди прошедшие войну, Я не могу в полной мере сказать, Что я ощутил все чувства, Которые возникают у человека, Непосредственно участвующихся в этой войне. Но, как знающий дух наших воинов, Много про них читавший, У меня складывало свое мнение. Вот, например, из цикла стихов, Посвященных войне 1812 года. Стихотворение называется «Подвиг артиллеристов». Это известный, так сказать, факт, А не просто выдумка. Шел Бородинский бой кровавый, В дыму не видно солнца лика, Француза строй, лихой и бравый, Вела вперед богиня Ника. Но наш пушкарь, держась за флеши, Прямой наводкой бил в упор, В рядах врага проделав бреши, Крутой затеял разговор. Со всех сторон драгун немало Набросилась на тот рядут, И пушкари, так уж бывало, Неравны с ними бой ведут, И банник буш, пушечный оглоблей, Ходил по головам врагов. Таким орудием удобнее Бить оголтелых хвостунов. Издал француз, потек, как лава, Бросая в пыль шелка знамен. Не помогла была слава, И даже сам Наполеон До Русь была, и есть, и будет Стоять надежней, чем стена. Во веки не забудут люди. И бой у села Бородина. А банник, это, если кто не знает, Это специальная щетка Для очистки стволов орудий. Так, теперь, наверное, Можно перейти к 14-му году. Но эта война, Как назвал ее наш президент, Неизвестная война. Хотя она для нашего, Для истории нашего народа Была существенна. Тем более, что после нее Как раз начались самые Трагические события Для нашей страны. Ну, и как поэт, Я бы хотел Прочесть, наверное, войну, Как связанную с, Наверное, С поэзией. С судьбой Поэта. И что-то я хотел сказать, Раз я вспомнил о революции, То я хотел прочесть стихотворение, Когда война, Мировая первая, В нашей стране, Перевисла и в гражданскую революцию. И вот, Как было страшно Наблюдать вражду Между, казалось бы, Родными людьми. Или, наверное, Например, армиями Белыми и красными. Стихотворение называется «Дон, река печальная». Тихий дом, Тихий дом, Светлая водица, Мчит казачий эскадрон, Вслед кричат девицы, Будем ждать вас, казаки, На пригорке у реки. А навстречу казакам Комиссары мчатся, Знасть судьба, Данаем там, В схватке повстречаться. В Доне пенится вода, Будет, будет, Семь беда. Ловко бьется, Атаман с соколом летает. Комиссар от тяжких ран Кровью истекает. В Доне белая волна, Стала красной она. Но недолг был полет Атамана с сокола, Застрачил, друг, пулемет С берега высокого. Грудь пробита, казака, Вся багровая река. Вдовь его полистаниц, Долетая до столиц, Не вернуть цену вдовой, Лишь повсюду бабьевой. Как прожить без казака? Дом печальная река. Да, много произошло Печальных событий в это время. Но, А и как бы, Листая десятилетия, Проходя десятилетия исторические, Мы приступаем к другой дате. В 41-45 войне, В 41-45 году, Великой Отечественной войне. И здесь я хотел бы сказать Про честник творения, Которые, наверное, Близко мне, Потому что я родился в Москве. И цитоверение называется «Когда б не битва под Москвой». Когда шла битва под Москвой, Меня и не было на свете. А в отголоске, Схватке той, Волной катились по планете. Сто головой змей За полстрону, Огонь и смерть Повесим сия. Все думали, Что ту войну Не выдержит Моя Россия. От гибели на волосок, Но волосок на редкость прочен, И наш удар Был первый точен, Стрелой и каленую в висок И раскололась голова. Был черным снег, И дым был черен, А по земле Неслась молва, Как змей надменный опозорен. И он попятился назад, Хвосты и головы теряя. А мы готовили парад победы, Ожидая мая. Да был триумф еще какой. Не зря ж весь мир тогда дивился, Когда б не битва под Москвой, Я б на свет не появился. Ну, у каждого Из наших людей, Даже сегодня живущих, Есть память о войне. Не только память, Но и погибшие на той войне. Почти в каждой семье же Война прошлась по каждой семье, Как танк. И сколько было, значит, погибших, Просто, ну, все знают, Что цифра колеблется 26-27 миллионов. Естественно, она затронула, Повторюсь, почти каждую семью. А воспоминания у меня, Например, детские, Они такие, Потому что для нас, Родишки сразу после войны, Они очень свежи. И вот, как и у нас, Как и у нас воспоминания остались, Я скажу. Особенно, когда я хотел Возмайловский парк, Мужельно-Семеновский, Я, конечно, Очень часто встречал там инвалидов. А про них, как говорится, Потом с ними поступили Очень печально, Свезя их на один из островов, Чтобы они как бы не портили Лик Москвы. Я считаю, это несправедливо. И вот такое воспоминание Об этом пакте. В частности. Мы что знаем мы О той войне далекой, Своих отцов, Вернувшихся с войны, Вдов матерей, Соседских, одиноких, Как будто виноватых, Без вины, Те, кто с отцами Городеливы были, Украдкой доставали ордена, Их нацепив, По комнате ходили. Такой геройской Казалась им война. Медалями играли В расшибалку, Бил профиль Сталина По меди и пятаков, За что ремень, А то порою палка, Гуляли яростно По спинам простаков. Но потихоньку Забывались беды, И к мирной жизни Привыкал народ, И помнится, День выходной Победы Перенесли Уже На Новый Год. И инвалид Без ноги На тележке Не к месту стал В общественных местах, Он прятался Порою От насмешки. А на войне В бою Не ведал страх, Теперь настали Времена иные, Им почести По праву воздают, И преподносятся Подарки дорогие, И песни Для них старые Поют. Но как же Велика была обида Всем тех, Кто покалечен На войне. Я часто Вспоминаю Инвалида Без ногого, Что плачет В стороне. Благодарю. На самом деле Вы сейчас Рассказали То, О чем Знают В настоящее время Немногие. И хорошо, Что вы об этом Напомнили, Потому что Память о героях Должна жить. Но Время идет, Проходят годы, Душа Остается молодой, А вот сейчас Чем Занимаетесь? Какие Стихи Пишутся? Где? О чем? Ну, Если говорить Честно, То у меня Две Сейчас Ипостаси, Если так можно Выразить. Это, конечно, Поэзия И Дом в деревне. Ибо Дом в деревне Это как бы Моя вторая Как сейчас Принято называть Малая родина И на ней Ну, Душа В ней там Душа отдыхает. Кстати, Лет 30 назад Под симой Женой Купили Куда? Можно сказать Купили Приобрели Участок в деревне Калужской области В Малоярославецком районе У реки Лужи У той самой Лужи Где Когда Существует выражение Сесть в лужу Где как раз Наполеон Своя борная армия И сел в лужу Как раз Недалеко От той деревни Пирогово Где мы живем Вот И, конечно Много стихов У меня О природе Наверное Наибольшее количество Стихов Да это, наверное И понятно Потому что Сердце Всегда Либо наполнено Любовью К любимой Женщине Либо К любимой Стране К природе Вот я хочу Прочесть Такое Немножко Веселое Стихотворение Потому что Все Все строго И строго А сейчас Я хотел бы Прочесть Несколько Перейти на более веселый план Оно про любовь И в то же время Про природу Романтические мечтания Взрослого мужчины Я ждал тебя И очень верил Быстрее завертится земля И сквозь распахнутые двери Увижу мачту корабля Над ним кружатся альбатросы И флаг взлетает в небеса И бородатые матросы Ветром полны паруса Включали тон Легко по сходням Сойдешь ты Таинство храня И наконец Из всех Сегодня Конечно Выберешь меня Ну нет Не так Осенний вечер Стоишь ты Молча в окна А я к тебе Скачу навстречу На дорогу Так длинна Земля дрожит И ветер воет Как тот разбойник И летать За мной Он бросился В погоню Но где ему Меня догнать И я лечу Через преграды Через кусты И пылесат И ты так рада Ты так рада А я еще Сильнее рад А может город Блеск рекламы И самый модный ресторан Официанты Свечи Дамы И я во фраке Слегка пьян На вас богатые подвески А на кольце горит алмаз И вы эффектны Стильны Резки И все кругом С ума от вас Ты расписание читаешь А на плечах моих рюкзак Спросил вдруг О чем мечтаешь Да ни о чем я Просто так Задумался вот по привычке Кругом толкается народ Бежим скорей На электричку Давно не копан огород Очень Да-да Очень весело Ну это что Хоть немножечко Да Развеселили действительно Включайте Сейчас Ну давайте Ну а теперь непосредственно О деревне Как там Красиво Как там хорошо Как там от духа и душа И как вот Приходит Именно на помощь Сама природа Чтобы писали стихи Называется стихотворение Я в деревню Навек влюбился Я в деревню Навек влюбился Как мальчишка Всем сердцем влип А недавно Мне вдруг приснился Мятный запах Цветущих лип А еще Мне приснилась речка С родниковой Студенной водой И с небес С нее Как с крылечка Прыгал месяц Совсем Молодой В небе звезды Шутя порхали Был их танец Любви И гриф Лишь о чем-то Ракиты вздыхали Косы веток К воде склонив Звонко пели В тиши цикады Эхом вторили Им леса Под блаженным Крылом Прохлады Так и верилось В чудеса И душа Устремлялась В кущи Исторгая У слады Стон Но вдруг Выглылся Гром из тучи И прервался Мой вещий сон На крыльце На крыльцо Я из дома вышел В небо чистое Посмотрел Мокрый месяц Сидел на крыше И картуз Высушил Пострел Ну вот такая Смежвеселая история Благодарю Виктор Филиппович Поделитесь Нашими слушателями О своих творческих планах Что сейчас пишете Что планируете Наверняка ведь есть Еще много чего Да Много чего Ну мной написано Уже Вышла из печати В этом году Двенадцатая книга Моих стихов Печатался Больше Двадцати пяти Примерно сборников Продолжаю печатать В газете Очень редко Теперь Вестник ЗОЖ Вот И Так что А что касается Планов Ну Планов Наверное Трудно будет Сейчас сказать Потому что Я стою Наверное Перепутье Потому что Вот Полтора года Например Назад Мне почему-то Заинтересовали Очень сонеты Ну Прочитав сонеты Шекспира Данте Петрарки Ну а также Поэтов Серебряного века Писали собственно Все поэты Даже Есенин Писал сонеты И Незабвенный Бурлюк Если Давид Бурлюк Если кто помнит Так сказать Приятеля Маяковского Вот Маяковский Сонетов По-моему Не писал И Ахматова Писал сонеты То есть В общем Практически Большинство Поэтов Серебряного века Писали сонеты Поскольку я Очень люблю Поэзии Серебряного века То я сам К ним Пристрастился На сегодняшний день У меня уже написано Более 550 сонетов И 10 венков Сонетов Ну потому что Сонеты Являются Твердой формой И Как говорится Вот для того Чтобы понять Как поэт Усвоил Значит Форму стиха Это очень хорошо Проверяется На Твердых формах Ну Одной из которых Является сонет Это вот То что я Сейчас Занимаюсь Мне бы хотелось Конечно Прочесть Хотя бы одно Сихотворение Серебряного века Я вам Говорил о Серебряном веке Я действительно Люблю Серебряный век Вот у меня Есть написан Целый цикл Стихов О серебряном веке А еще Второй цикл Это Поэта и музыка Музыка В стихах Поэтов Серебряного века Ну вот Один из ярких Представителей Этого века Является Борис Пастернак И вот Я хотел бы Как раз Из этого цикла Прочесть Сихотворение Эпиграфом Я взял его слова Я клавишей Стаю Кормил с руки Да, хочу напомнить Если кто Наверное, может быть Не очень хорошо помнит Что У Пастернака Отец был художником А мать была Очень Прекрасной Пианисткой Итак А сихотворение Называется Должна всегда Свеча гореть А в доме Царствовал рояль И запах красок Ты забывал Свою печаль Средь мус и масок И пребывал В плену у них Как плен тот чуден И праздничный Рождался стих Средь серых будин Казалось Что судьба Сама К тебе спешила А за окном Цвела Весна Наряды шила Насмотрит с грустью Со стола Портрет твой в раме Твоим родителям Хвала Особо маме Ты мысли Что как сон легкий Шутя рождаешь Кормя восторженно С руки Всю стою клавиш А ноты Словно снегири Сидят на ветке Твое окно В ночь и горит Ты в нем Как в клетке Творишь стихи Как естество Неславы ради И вот к тебе Как божество Приходит Скрябин И пусть порой Был властям Твой вид Не сносен Но ты собрал В своих горстях Весну И осень А по карману Рассовал Зиму и лето Не зря Создатель Извоял В тебе Поэта Две вещи Что всегда Сродни Тобой Любимы Слова И музыка Они Неразделимы Жизнь Словно ветру В феврале Стремглав Летела А у поэта На столе Свеча Горела Душе Без музыки Не петь Как и без слова Должна Всегда Свеча Гореть Под крыши Крова Виктор Филиппович Вы сказали Что вы очень Любите природу И я знаю Что у вас Есть стихи Посвященные Временам года Так же Да Как и поэты То есть как поэты Любят писать Стихи на времена Года Так и композиторы Вспомнил Того же Чайковского Вот Так вот и я Как бы не прошел Немо этого И поэтому С удовольствием Прочту стихотворение Которое называется Давайте слушать Давайте слушать Музыку весны Когда капризные метели Спеша сбегут Из наших мест Сперва не стройный Стук копели Что падает Из домов окрест Затем услышим Майский гром И только Только Лишь потом Тех соловьев Шальные трели Что водоражить Будут сны Давайте слушать Музыку весны Давайте слушать Песни лета Когда малиновый Рассвет Играет На виолончели И словно На детские качели Взлетают Ноты В небеса Здесь Тенором Звенит Оса А толстый Шмель Ей Вторит Басом И выступают Явно Асом Кузнечик Выводя Куплеты Давайте Слушать Песни Лета Давайте Слушать Нот Осенних Всегда Дождливую Печаль Ее Расстроенный Рояль Играет Медленная Танго А листья Страстная Фонтанга Танцует С ветром Тет-а-тет Под звуки Грустных Кастаньет Дождя Что льет Уже С утра И пусть Ненастная Пора Но все Ж без Сяческих Сомнений Давайте Слушать Гимн Осенний Давайте Слушать Музыку Зимы Песнь Юги На высокой Ноте Сопровождение На фаготе Незаперты Калитки Скрип И стон Усталых Старых Лип Под грудой Снега На ветвях В промерзлых Мурых Декабрях И соло Ветра В переулках Звучащая Надрывно Гука Среди Морозной Кутерьмы Давайте Слушать Музыку Зимы Пускай Идут Проходят Годы Но даже На исходе Дней Услышьте Музыку Природы Что вместе Радоваться Ей Очень красивое Стихотворение Ну и вернемся К сонетам Да Хорошо Я с удовольствием Сейчас Просту Пару сонетов Да В последнее время Как я говорил Увлек сонетами У меня написано Более Пятисот Сонетов И Десять Свинков Сонетов Это так называемые Твердая форма Вот Я бы хотел Воротить Сонет Посвященную Владимиру Восоцкому Потому что В 70-е В 70-е годы Ну начиная С 60-х Он конечно Много сделал Для того Чтобы Поднять И урон песни Да и поэзии В нашей стране На ровне С 60-никами Сонет Загнанных Несколько Несколько Нарушив Строгие Правила Но Как говорится Что дозволено Питеру Не положено Быку Шекспир Сонет 96-й Любимец Мус Величественный Гений Пленяет Тех Твой С Выверенный Слох Добавить Хочется Творил Похожий Бог Ну что ж Добавлю В этом Нет сомнений Легка Рука Писавшая Сонеты И восхищен Творениями Весь мир И в каждой Пьесе Свой Царит Кумир Будь Гамм Лито Ильюная Джульетта Рюкой Мощно Льется Мысль Твоя Тревожа Радуя Волнуя Подчиняя Широкая В ней Нет Конца и края Вместившая Всю сущность Бытия Течет Она Веками Не стихая В ней Ада Стон И в ней Плаженство Рая Ну как я говорил У каждого поэта Должна быть Муза Как я повторюсь У меня Муза Моя жена С которой Как я уже Отмечал Прожил Почти полстолетия Вот И не так Пролетели Быстро Потому что Все красивое Когда смотришь На красоту То она Как бы Скращает Время Все проходит Как один миг А хотелось бы Чтобы это было Вечно Сонет 84 Называется Вдохновение Я лишь один Кто мог Тебя воспеть Ты мне Сама Дала Такое право Моих стихов Бальзам А не отрава Тебе не даст Во веки Умереть Судьба Моя Лишь отголосок Дат Тебя познать Не хватит Жизни всей Но образ Твой До самых Смертных дней Я буду зреть Как преданный Фанат Готов признать Что без тебя Самой Мне надойти Достойных Двух сравнений Твоих красот Величественных Гений Задача Эта делает Простой И даже Муза Всем На удивление Любя тебя Мне дарит Вдохновение Замечательно И в завершении Нашей программы Виктор Филиппович Что бы вы Хотели сказать Современному Человеку Даже Может быть Подрастающему Человеку О поэзии Я думаю Что поэзия Как вид искусства Наиболее доступна С одной стороны Потому что Не обязательно Ходить в музей Чтобы смотреть На полотна Великих мастеров Не обязательно Искать билеты В консерваторию Чтобы слушать Великую музыку А достаточно Зайти в любую Библиотеку Которая бесплатно Открыта для всех И там для вас Открывается целый мир Созданный за Тысячелетия Великими Писателями Великими Поэтами Начинается Наверное От Гомера Ну и кончая Сегодняшними Поэтами Которые Может быть Менее знакомы Но и в них Можно найти То Что всегда Будет радовать Вашу душу Всегда Будет Как бы Восхищать Ваше сердце И делать из вас Действительными людьми Которые Понимают Красоту Слова Понимают Его величие Понимают Его значение И оно Само Будет вас Делать Настоящими Людьми Понимающими Искусство И красоту Ну если Угодно Я даже могу Сказать то слово Оно действительно Является главным Даже В Евангелии От Иоанна Сказано Сначала было слово И слово было у Бога И слово было у Бога Это как бы подчеркивает Что если в человеке Должна быть Частица Божественной сути Неважно Как он Ощущает Бога Вот А если нет в человеке Особенно в поэте Этой божественной сути То вряд ли По выражению Пушкина Он сможет Глаголом Жить в сердца людей И по этому Заключению Мне бы хотелось Прочесть стих Посвященный Этому великому Русскому слову Великому русскому языку Стихотворение Называется Руси Святой родник Мы помним Эхо той молвы И давней И вылинной Как Святослав Ходил На вы С любимой Дружиной Владимир Тоже был удал Когда с богатырями Он печенегов Прогонял Топчав Степи конями И над хазарами Не раз Олег вершил Победы И Пушкин Стихотворный Сказ Для нас О нем Поведал Олег Правитель Волевой И для Руси Награда Недаром Щит Прибил он Свой К воротам Царьграда Порой Русь Несла урон Когда Дружине Не в ссори Постое Богослово Благодарить за писателя России, лауреата городских и международных конкурсов. Рядом присутствовала, как и полагается, его муза Наталья Тимофеевна. Творческих вам успехов дальнейших, планов и их реализации. Надеюсь, что у нас получилось сегодня погрузить наших слушателей в этот необыкновенный, чудесный, светлый мир поэзии. А я хочу вам подарить свой диск первый, который называется «Васильковая Русь», ну и, конечно, одну из последних книг, которая называется «Винки сонетов я сплетаю». Большое спасибо. И всем, всем, всем большая благодарность за то, что вы смогли меня послушать и уделили этому времени. Спасибо. Наши слушатели услышат ваши песни. В эфире была программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Вдохновение вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Казахар С pits Субтитры создавал DimaTorzok